Медики Ивановской области подвели итоги работы в 2012 году. Главная цель, которая была поставлена перед лечебными учреждениями, заключалась в реализации программы модернизации здравоохранения. Из федерального бюджета было выделено 3 миллиарда 890 миллионов рублей. На эти средства отремонтировано 52 объекта, укреплена материально-техническая база больниц. Большим событием для Ивановской области стало открытие областного втеномологического центра. За прошлый год было выполнено более 2000 бесплатных операций по замене хрусталика. Что позволило сэкономить денежных средств наших пожилых людей, потому что катаракта – это понятно, какой возраст, да, сэкономить за один год около 35 миллионов, потому что ранее до этого эти все операции выполнялись на хозрасчетной основе. Новое оборудование, поступившее в областную клиническую больницу, теперь позволяет выполнять сложнейшие операции, о которых раньше даже не приходилось мечтать. Впервые в истории сделали очень серьезный шаг по пути развития коронарной хирургии, открытой коронарной хирургии. И впервые было начато операцией, выполняться операцией аорты коронарного, шунтированного, многошунтовой. Если кто не очень понимает в этом, это то, что делали когда-то Ельцину в условиях, самый лучший клиник сегодня, это операции делаются в условиях областной клинической больницы. Однако не все федеральные деньги были использованы по назначению. Специалисты контрольно-ревизионного отдела фонда обязательного медицинского страхования провели проверки всех лечебных учреждений. Выявлено нецелевое использование средствами 2 миллиона 12 тысяч рублей. В том числе по программе модернизации 1 миллион 767, по национальному проекту здоровья 333 тысячи. На 1 января 2013 года все медицинские организации нецелевые средства восстановили фонда. Говоря об итогах в сфере здравоохранения, начальник профильного департамента Михаил Ратманов указал, что особое внимание всем руководителям нужно обратить на борьбу с коррупцией. В настоящее время расследуются факты получения врачами взяток в предучреждениях Кинишмы, Фурманова и Иванова.